Здравствуйте! В эфире Лобби Холл на телеканале Ветта. Я его ведущий, меня зовут Валерий Мазанов. Девиз нашей программы – думать, делать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели. На дворе весна, у аграриев начинается горячая пора, и в свете очень модного слова «импортозамещение» эта работа становится наиболее актуальной и интересной. Дела пермского сельского хозяйства мы обсудим с нашим сегодняшним гостем – депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель колхоза «На страже мира» Александр Драницын. Здравствуйте, Александр Анатольевич! Здравствуйте! Ну, раз уж в преамбуле мы сказали, что начинается горячая пора, а она действительно начинается? Нынче весна как, по вашей оценке, бурная, не бурная, когда в поле? Ну, уже можно сказать, что ранней весны не будет. Бывали годы, когда мы выезжали в поле и 13 апреля. Нынче она задерживается. Но в то же время, думаем, что она будет в средних рамках. Конец апреля, все равно начнем выезжать в поле. Вы находитесь в такой позиции. Вы, с одной стороны, непосредственный аграрий, с другой стороны, депутат. Вы видите картину гораздо шире многих других. Вот скажите, насколько отечественный производитель, в принципе, может заменить все импортные товары? Или это невозможно? Все? Конечно, невозможно. Потому что есть сегодня продукты питания. Бананы не растут. Да, бананы не растут. Где-то какие-то сорта, еще других фруктов нет. Ну, и самый такой более больной вопрос – это производство говядины. И в России, и в Пермском крае обеспечиваем мы, наши сельские товаропроизводители, на 49%. Меньше половины. Да. Здесь тоже у нас есть чем позаниматься и поработать. Ну, потенциал огромный. Но, с другой стороны, чтобы его закрыть, необходимы вложения существенные. Это я хорошо понимаю. В сегодняшней ситуации каким-то образом государство поддерживает? Вы видите движение вперед? Конечно, поддержка есть. Поддержка есть и с федерального уровня. Поддержка есть и на краевом уровне. Другое дело, что время изменяется. Это я хочу акцентировать внимание на процентах банковских. В общем-то, это и людей всех коснулось. И сельхозпроизводителей точно так же. То есть, сегодня банковский сектор предлагает кредиты выше 20%. 22-24%. Да, сегодня российское правительство пошло на то, чтобы увеличить возмещение по процентной ставке. Плюс еще краевая. Тоже возмещение субсидий. И где-то около 17% должно быть возмещение. Но все равно процент ложится на хозяйство гораздо больше. Если до этого кредиты нам давались под 12%, ну, под 14% максимально уже. И возмещение было где-то 8-25% федеральных, 3% краевых. То есть, 11-25% было возмещение. Получалось, вот если под 12% мы комплекс построили под такой кредит, то есть 0,75% всего на хозяйство ложится. И мы сегодня вот это способны выплачивать такую сумму. Буквально недавно, наверное, все видели, президент с министром сельского хозяйства общался. Именно президент, трогая щеку, говорит, так вроде уменьшилось количество желающих взять кредит на сегодня. Ну, Федоров, вроде, там должны хозяйство увеличить, пойти на это дело. Но нет, сегодня это годичный. Главное, еще понять нужно. Значит, мы можем взять его только на год. Если больше года, процентные ставки вообще не будут возмещаться, субсидироваться. А почему вообще необходимо помогать сельскому хозяйству со стороны государства? Потому что другой-то ведь бизнес работает по иным законам, более жестким. Но дело в том, что сельскохозяйственный бизнес, он практически, ну, где-то через переработку и торговлю, но напрямую связан со всем населением, со всеми людьми. Потому что есть-то мы с вами хотим и желаем каждый день. Желательно не по разу. Да, желательно не по разу. Поэтому как-то вот так сказать, что мы сегодня, с сегодняшнего дня по такой цене реализуем наше молоко или мясо, мы этого не можем. Поэтому, чтобы как-то частично возместить затраты на производство сельскохозяйственное, вот существуют данные программы поддержки сельского хозяйства. Но в конце концов это все равно отражается на цене, в лучшую или в худшую сторону. Конечно. А согласны вы с такой оценкой, что в процессе движения продукта от, собственно, производителя на прилавок, появляется огромное количество посредников и большие наценки? Вот есть такая проблема? Абсолютно верно. Я вот сегодня скажу вам. Значит, молоко сегодня, значит, сельхозпредприятие реализует где-то среднее такая 19-19,50. На прилавках мы знаем. 80-90. Да, какая цена. То есть кто бонус в этом получает? Никак не сельское хозяйство, не сельхозпредприятие. Почему продукции нужна помощь? Потому что рост сегодня стоимости на топливо, на, значит, электроэнергию, это идет постоянный рост. И сельхозпредприятиям, конечно, хотели бы, не хотели. Ну, как объяснить? Всю зиму, значит, была одна цена с 1 апреля. Все компании повысили, значит, цены на топливо. Ну, а это возможно решить, например, на краевом уровне? Мы всегда и обращались, и выходили, значит, что проработать данный вопрос. Ведь вот давайте посмотрим сегодня, что такое для нашего перерабатывающего поставить топливо по ниже цене для сельхозпредприятий. Да даже не заметят ничего. Даже одного процента для них нет, мы не потребляем столько. Вот момент был такой, когда на федеральном уровне соглашение заключалось с компанией. Там была заложена скидка на 10% для сельхозпредприятий. Но вот уже третий год этого не существует. Та цена, какая есть на рынке сегодня, по такой цене нам поставляется. То же самое по удобрениям, давайте возьмем. У нас же такой гигант производства калийных, которые входят во все удобрения, в том числе сложные. Тоже не вопрос сегодня, чтобы эту проблему решить для наших сельхозтоваропроизводителей. Ну, как объясняют наши руководители, что никак не могут договориться по этим вопросам. Я знаю, что наш губернатор, когда только начал у нас работать, он пытался, выходил на руководителей и того предприятия, и другого. Но договориться не смогли. Пока хозяева сидели в Перми, видимо, договариваться было проще. Сейчас все из Москвы. Да, наверное, так. Все в Москве. Кстати говоря, вопрос вот тоже с этим связанный. У нас на сегодняшний день вертикаль власти построена так, что вот на местном, на нашем уровне Пермского края, мне кажется, остается какое-то ничтожное количество вопросов, которые может быть решено здесь. Или я ошибаюсь? Вопросов, которые должны решаться на уровне муниципалитетов, поселений, как раз очень много. Но под них, не под все, дается финансирование. То есть мы вешаем туда, вешаем федеральное законодательство. Также вопросы местного значения. А денег-то в поселениях нет, чтобы решать данные вопросы. Такой дисбаланс. Я понимаю, вы затронули тему, что это вот муниципальных выборов, новая система, значит, перехода. То есть установка такой жесткой вертикали в этом плане. Но я не думаю, что это как-то поможет поселениям, чтобы решать данные вопросы. Это все же сегодня возможность управлять. Так или иначе, я думаю, вы как депутат и как руководитель предприятия все равно контактируете с правительством, может быть, с тем же губернатором. Они понимают вообще глубину и масштаб проблемы и возможности какие-то ее решить? То есть есть диалог, идут навстречу? Да, я считаю, и губернатор, и председатель правительства понимают и всегда готовы пообщаться по данным проблемам. Ну вот, наверное, не все, конечно, получается. Но, по крайней мере, то, что сегодня тренд и на федеральном уровне, и у нас это не сокращение расходов на сельское хозяйство. Это есть, несмотря на все, в общем-то, проблемы серьезные с бюджетом. Губернатор заявил, что программа по сельскому хозяйству ни на копейку не будет снижена. Когда я разговаривал с вашими коллегами, не имею в виду депутатов, а имею в виду аграриев, очень часто приходилось слышать такую жалобу, что правила предоставления субсидий, государственной помощи, каких-то программ на уровне Министерства сельского хозяйства меняются настолько часто, что за ними просто иной раз невозможно уследить. Есть такая проблема? Абсолютно верно. Каждый год начинается с того, что ждем, когда Министерство через правительство защитит новые порядки или изменения в порядках, и только тогда начнется финансирование. Некоторые порядки к концу года только у них созревали. Это на самом деле есть проблема. Но я считаю, еще одна серьезная проблема в том, что очень усложнение данных порядков. Понимаете, по 22 пункта, которые должно выполнить хозяйство, решение какой-то данной проблемы, по 22 запрета стоит. Нужно это сделать, нужно то сделать, третий, четвертый, и вот так вот больше 22. Те самые пресловутые административные барьеры? Да. То есть сужается круг получателей субсидий. А с чем это связано? Это чиновники себе работу создают таким образом? Или действительно есть какая-то в этом, может быть, необходимость? Ну, какое объяснение? Что нужно повышать производство, чтобы были показатели, значит, на повышение производства, чтобы повышалось поголовье сегодня. Вот в связи с этим забиваются вот такие вот пункты в программу. Ну, часть также берут из федеральных требований. Раз у нас идет на софинансирование программы федеральной, то, соответственно, и наши стараются точно так же под федеральную программу и ставить какие-то требования здесь у нас. А на примере даже вашего хозяйства вы вот видите, что эта работа приводит действительно к каким-то результатам. Появляются новые фермы, растет поголовье, рожь колосится более обильно. Мы три года назад запустили молочный новый комплекс, построили по программе. Вот взяли кредит и сегодня выплачиваем уже где-то 18 миллионов. Мы уже тело кредита загасили. 22 миллиона процентов погасили за этот период. Так же и не только у нас, в области вреди хозяйств тоже эта работа ведется. И, конечно, каждый руководитель соизмеряет свои силы и возможности. Сегодня взять кредит, допустим, и что-то построить. Нужно думать о том, как ты рассчитываться будешь. Вот мы с вами упомянули эту огромную разницу между закупочными ценами и между ценами, которые уже приходится платить покупателю. А вы никогда не задумывались о создании собственных магазинов, о создании каких-то выездных ярмарок? Мне кажется, это ведь такой простой и понятный путь. Да, простой и понятный путь. И для вас, и для покупателей. И мы это проходили, и мы это делали. В 90-е годы мы с аукционов выкупали магазины в Чернушке. У нас были наши магазины, где мы торговали своей продукцией. Мы меняли. Тогда ведь еще реализовать было невозможно сыр, масло. Везли куда-то в Свердловском. Меняли на что-то в Пермь также. Товар в магазин, чтобы получить деньги в натуральном виде, нам приходилось вот это делать. Огромную цепочку бардеров. Да, огромную цепочку было проходить. Это тоже сегодня выход определенный. Работает министерство в этом плане. Это устройство ярмарок сегодня. Возможность мест льготных или бесплатных для фермеров, где-то для сельхозпредприятий. Особенно это, я думаю, для города такого, как Пермь, это очень интересно. И для людей сегодня это интересно и по цене по-другой взять. И главное, натуральный продукт, который без каких-то там добавок, консервантов и так далее. Да, это, конечно, нет, это популярно. Но другое дело, что нужно понять вот еще такую проблему, что сегодня тяжело вот и в подборе кадров. Где-то брать вот такие вот объекты, допустим, с аукциона, все это же очень дорого. Напоследок хочу вас спросить, вот представьте на секунду, что вы стали волшебником. И на раз, два, три можете сделать, чтобы сельское хозяйство у нас поднималось. Что бы вы сделали, какие меры? Все это известно и все это было. Я просто, нет, я не хочу возвращаться в 89-й год. Но хотя бы вот те цены, которые были на то же молоко, тогда 24 копейки стоило молоко, 6 копеек дизельное топливо, полкопейки для села электроэнергия была. Есть ли вот такие, ну хотя бы примерно, значит, хотя бы это было, значит, сегодня, нигде бы не было вот такого, знаете, гибнуть сельхозпредприятия, распадаются просто, не идут люди работать туда. Этого бы, конечно, не было. Конечно, моя мечта, что я все же верю, что должно и повернуться, и государство должно повернуться в сторону села. Все, что сегодня говорится с экранов телевизора, поверьте, это только разговоры. Ничего на самом деле, все вот эти субсидии, которые сегодня даются сельхозпредприятиям, они все уходят на повышение цен на то, что мы потребляем, на то же топливо, на то же электроэнергию, на запасные части, на 50% повысилась техника, трактора МТЗ, сегодня почти в два раза повысилась цена. Дай бог, мне остается только поддержать вас в вашей надежде, потому что вы занимаетесь действительно важным делом, стоите на передовой продовольственной безопасности. Спасибо за разговор, удачи вам в вашей работе, и приходите к нам еще. Пожалуйста, спасибо. С вами был депутат законодательного собрания Пермского края, председатель колхоза на страже мира Александр Драницын, и я, Валерий Мазанов. Это Лобби Холл. Смотрите нас на телеканале ВЕТТО. Будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»